что друзьям приветствую всех любителей 3 викторию нас с вами снова россия вот она россия вот она рыба моей мечты довольно много комментариев я прочитал после 1 серии получил некий фидбэк так это называется и было много комментариев о том что а надо бы надо бы забрать все значит исторические территории по типу приморья колонизировать сахалин порт артур получить уже здесь до порт артур ну да вот он получить порт артур вот здесь у нас ряд регионов есть которые нам было неплохо заиметь также cars ну по я это готов превратить это прохождение в самое обычное без какого-либо челленджа но не знаю будет ли это интересно вот это другой вопрос вот а еще и кажется понял почему я смог выделить ирак из османов а знаете почему а потому что у нас здесь нету интереса то есть если даже можно было бы его выделить мы бы не смогли это сделать чисто физически потому что у нас нету здесь интереса вот я не знаю как бы к чему я это ну просто что-то да что-то приспичило вам резко такое рассказать много комментариев было о том что значит не хочешь кормить свою армию я слышал да значит придется кормить чужую а уж я согласен до армии нужно развивать диалектика прекрасно образование велик не блин образование стоит поддерживать высокая лана диалектику мы с вами оставим интересно у нас в виде агитатора появится свое время ленина что-то про диалектику что-то тут такое вот интересно ладно неважно что у нас вообще в политике в политике у нас какие-то такие сверх консервативные слои хотя у нас промышленники начали расти потому что мы начали что делать промышленность строить вот то в чем дело промышленники это прекрасная вещь нам могут куча всяких полезных дел сделать вот по поводу колоний надо принять колонии нас хотят больше колониальную эксплуатацию промышленники тут вооруженные силы а тогда нет никакой разницы тогда нет никакой разницы пуш на вас в правительстве исключительно вооруженные силы и все что тут плюс 5 что тут плюс 5 принципе всем плевать дам я бы слотацию бы приняла не знаю просто переселение в колонии я в любом случае все колонии буду применять, как бы, применять к себе. Хотя я... Ну что я имею в виду применять к себе? Как-то я супер косноязычно выразился. Включить области все я собираюсь. Все абсолютно колониальные. Но я такое говорил, когда думал о Сахалине. Ну, Сахалин-то я в любом случае включу. Но если я буду колонизировать Африку, буду ли я ей все включать? Все африканские территории. Вот для меня вопрос. И вопрос вообще, стоит ли колонизировать Африку? Наверное, да. Наверное, да. Такой вопрос тоже в комментариях поступал. Поэтому... Ну, у нас нет выбора. Нужны колонии, нужны колонии. И не хочется, чтобы много кто переселялся туда. Вот что-то не хочется почему-то. Давай колониальную эксплуатацию. Мне такое нравится. Да. Это нам надо. Надеюсь, примется. Очень сильно надеюсь. Вот что у нас тут? Железные... Эх, железные дороги. Моторные заводы как раз для железных дорог у меня строятся. Прекрасно. По-моему, еще можно строительных сооружений себе бахнуть. Тверь, у тебя есть строительные... Нисколько нету строительных сооружений. Штучек 10 сразу бахнут. Нормально будет? Я думаю, да. Я думаю, наша экономика должна справиться. К вопросу, кстати, о монархии. К вопросу о монархии хочу... Собираюсь ли я ее... Боже, какой Николай Романов сделанный тут. Собираюсь ли я ее держать до конца игры? Нет, не собираюсь. Я буду... Как только будет появляться возможность скакать по формам правления, там, по принципам, по разделению власти, буду скакать как только появится возможность сразу что-нибудь более такое прогрессивное возьму. То же самое с гражданством, то же самое с религией и государством. То есть я не буду держаться за монархию или госрелигию, как я это делал за сикхов. Вот. Так что если у нас будет появляться какие-то мега агитаторы, там, за атеистическое государство, да, как у нас было за сикхов, я не буду их выгонять. Не буду. Вот для кого-то это плохая новость. Ну, в общем, оно есть, как оно есть. А так вот, диалектика... Чего же я в технологии-то зашел? Вообще. Да, армию. Армию, кормить армию. Вот какая у меня мысль была. Пехота застрельщиков. Нужна нам? Конечно, нужна. Боеприпасы. Боеприпасы, капсуль, тут все есть. Взрывчатка. Взрывчатка через химзаводы и через нитроглицерин. То есть вот так еще нужно сделать, да? Ну, это все включает в себя высокое образование, что нам нужно. А мы, кстати, можем. Можем поставить больше университетов. У нас предел инноваций довольно-таки сильно повысился. Смотрите, сколько у нас грамотности просто чик и нормально. Наверное, стоит в таком случае, ну, как я и делал до этого, да? В самых густонаселенных регионах нашей страны ставить университеты. Да? Потому что университеты нам дают квалифика... Блин, квалификация это же не то же самое, что и образование. Ну и вот, пожалуйста, затуп. Ну ладно, в любом случае квалификация нам нужна в густонаселенных регионах, поэтому сам себе я не противоречу. Причем университеты я прям в первую очередь поставлю. Прямо в первую. Бонюш, это важная вещица. Блин, настолько... Я строю строительные сектора, они вроде повышаются, но так незаметно. Экономика такая у нас легко это выдерживает все. Тверь, может вы... Ну так, ну пополняетесь, да? Сектора так-то. В принципе... А-а-а! Вот в чем дело. Вот в чем дело. У нас деревянные сооружения в стране поставлены до сих пор. Вы представляете, что будет, если переставлю сейчас все 77 строительных сектора на чугунные рамы. Инструменты и железо. Ну ладно, инструменты может у нас выдержит рынок по инструментам, но 4000 железо. Кажется, Сибирь у нас будет работать как не в себя. Томск. Здравствуй, ты нам нужен. Кстати, еще довольно много комментариев не только по поводу того, что нужно... Кстати, Цинский, Томск. Ах, то, что нужно маринеток присоединять. Подождите, кажется, я заговорился. Не... Ай, блин. Это Виктория сводит меня с ума. Короче, предложение поступило присоединять кучу маринеток к себе, потому что, например, в Средней Азии здесь есть масса шелка и маковых плантаций, которые дают нам опиум. Просто так мы опиум растить не сможем. Вот. Поэтому... Кстати, в Азербайджане шелк растет. Ммм, приятно видеть. А мы его покупаем, простите, шелк? Да, мы его покупаем у Китая. Подожди. Получается, чай... Пофиг на чай. Мы из Китая перестаем закупать шелк, потому что мы его сами можем производить. И ни одной торговой линии у нас с ЦИНом нету. И тогда без какого-либо экономического ущерба мы сможем с ними воевать. Вот это да. Вот это мне нравится. Хорошо. Хорошая новость. Как у нас рынок? У нас куча всяких строек, да? А что насчет... А... Что у нас тут по рынку? 360 шелка, да? 360. А, население довольно маленькое. Ну, я думаю, справимся. Вот в какой-нибудь Армении. Вот у нас вот так шелк тут производится. 20 за единицу. Автоматическая ирригация у нас очень не скоро будет, потому что это третий уровень технологии. Мы пока второй уровень покоряем. Ну, то есть что-то типа 15 нам должно хватить, да? Что-то типа этого инфра... Ой, беда с инфраструктурой. Железную дорогу сюда можно наткнуть. У нас строительные сектора. Подождите, по временем с ними. А, железные... Да, прииски нужно будет расширять, потому что, ну да, железом у нас не так все прекрасно. Инструментов больше, чем железо. Как бы мы сейчас это все поправим. Давайте, как... Может быть, половинку строительных секторов переведем на чугунные рамы. Ну, как бы часть. Все, есть такая вроде возможность. Отлично. Рынок. Вот, 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 все. Беда пошла. Хотя тут его, видимо, где-то начали производить побольше, потому что он стал подороже. Экономика у нас очень сильно отреагировала. У нас было в начале серии плюс 55 тысяч. Стало плюс 3. Откуда-то деньги ушли. Плюс угля нам нужно куча. Уф, ну все. Пошла игра, получается, экономическая. Франция предлагает союз. Франция, это действительно нужно, скажи мне. Это правда? Я думаю, нет. Как-то у меня очень плохое впечатление о союзах в этой игре сложилось. Мне очень не хочется этим заниматься. Оборонительный пакт. Ну, ну, вообще, блин. Ну, давайте хоть оборонительный пакт. Ладно, на этом я... Ой, боже, влияние какое низкое. Оборонительный пакт. 337. Ху, а шалеть. Они предлагают все-таки союз в обмен... Они обязательства нам предлагают. Франция. Ну, блин, ну серьезно. Нет, нет. Блин, с нами так сильно хотят дружить. Никогда такого не было, когда я играл. Вообще никогда. Ну все. Развитие идет семимильными шагами. Строится до фула в Томске железо. Пожалуйста. 23 из 23. Население еще куча. Я думаю, Томск с нами еще поделится углем. Я так думаю. В принципе, ресурс полезнейший. Есть у нас диалектика. А, вот в чем дело. Я прокачивал диалектику еще для того, чтобы перевести все университеты вот на вот это вот. Да, еще дополнительно. Минус 4 тысячи, плюс стоимости бумаги. Ху, хорошо. Экономика страдает как никогда. Да, супер. Теперь у нас, если без ограничения 110 инноваций, ну а так наша образованность только 85 позволяет нам производить. Чтобы вы понимали, 85, 85 это как раз число, которое вкладывается каждую неделю, так полагаю, в то, что мы выбрали. Ну и чтобы этот лимит повысить, нам нужно больше образованного населения в процентах в нашей стране. Вот так. И, кстати, мы уже и на каком, не на 200 месте. 186 место, ура, ура, ура. Жалко, что в летописи нельзя посмотреть, между кем мы находимся. А было бы очень любопытно. Вот тут первые 10 места показаны, но это неинтересно. Всякие Любики мелкие, там образованность навестит. Это вообще нечего. Вот Любик, сколько у вас... А, производство. Сколько у вас населения, Любик? 600 тысяч. Ну, разве сложно тут поддерживать высокую грамотность, а? Странно, что она не 100% вообще. Пожалуйста, у них предел инноваций 142. При 60% вот такой грамотности. Вот. И судя по тому, что у них 50, у них ни одного университета не стоит в стране. Я прав? Я прав. Дефицит угля. То, что мы любим. Иркутск. Настало твое время. Все, импорт шелка у нас потихонечку уменьшается. Из-за того, что у нас появляется шелк в Армении. Супер. Ну, правда, тут беда немножечко с железными дорогами. Но потихонечку строится. Хорошо. Кстати, у нас пока дефицит временно. Можно, может быть, закупать это все? Да можно, можно. Все это дело закупать. Просто, чтобы не страдать по экономике так сильно. Потому что у нас, как бы, все очень плохо. Вот. А потом просто смотреть, что мы закупаем. И это самому начинать производить. Вот. Закупаем кучу свинца. У нас, правда, со свинцом беда? Стеклозаводы. Ну, да. Да. Похоже на то. У нас куча свинцовых приисков. Это можно будет пофиксить. Я думаю, запросто. На Чукотке плюс золото. Ой, как хорошо. Вот она, Чукотка. Тут население... Ну, это очень маленькое, конечно. Ну, для золотых приисков пойдет. Ой, хорошо как. Я просто точно помню то, что в России куча золота. Куча, огромная куча золота. А в самом начале игры ее нет. Ну, видимо, она быстро появляется. Да. Есть колониальная эксплуатация. Супер. Минус бюрократии. Да. Так, мы можем... Тихо. Куда я нажал? Колонизировать Сахалин. Могу ли я? Ну, наверняка могу. Могу. Отлично. Как Кайда не могу, потому что претендует японский Сегуна. Да. Курила я не могу южные заколонизировать. Ну, ладно. Ну, зато Сахалин могу. Вот, пожалуйста. Еще можно в Казани правительственных ведомств бахнуть себе, потому что... Вот, чтобы вот это поправить хотя бы чуть-чуть. Вот и все. А, ну и, конечно, инфраструктура. У нас теперь же есть железные дороги. Отлично. Но, чтобы Сахалин не был эксклавом, стоит сразу же бахнуть порт сюда. Что тут, кстати, железо, есть уголь. О, какие-то бойные станции ГСМ поначалу нам могут давать. Ну, с ГСМ проблем, наверное, не будет. Все-таки у нас есть Азербайджан. Этот регион, который 100% дает нефть. Ну, и где-то еще у нас куча нефти. Я не так сильно шарю. В целом на Сахалине довольно мало населения. 5 тысяч... Тут 44. Это в целом нам даст... Да, просто скромное, скромное население. Надеюсь, оно будет быстро прирастать. Вот так. Живут тут айны и сибирцы. Сибирцы. Кем бы вы ни были, вот они, сибирцы. Наверное, какое-то единое название местных народов. Не знаю. Ну, звучит как-то глупо. Сибирцы, блин. Это как земляне, типа, вот так вот, сибирцы. Кто сибирец, плюс коменты, я не знаю. Ну, и вот мы выправили бюрократию. Оказывается, у нас плюс по деньгам такой солидный, хороший. Ну, прекрасно. Или это... Или это из-за того, что я... Да, из-за того, что я все, куча построил всего. Ну, ладно. Возможно, у нас не так все хорошо по деньгам. Давайте разберемся с шелком раз и навсегда. Армения, как у тебя тут дела? Да все прекрасно, полностью все работают. Плюс 174. Еще торговые пути. В принципе, я могу все, не торговать с Китаем полностью. И все, мы полностью наш рынок покрываем. Проблем нету. Все. С этим разобрались. Ах, ну вот, кораблики какие-то еще тут. Свинец. Свинец. Давай со свинцом тоже разберемся. Кстати, свинец есть тоже в Армении. Ну, давай разные регионы все-таки прокачивать. Как я хотел изначально это делать. На Кубани я поставил кучу свинца. Урал. Урал. О, Урал. Тут и железо. В принципе, тоже что-то построено в Большой Кавказ. Который типа Грузия, но Большой Кавказ. Тут уголь и железо. Не хочется население тратить на какой-то свинец. Может все-таки Урал. Да на Урале тоже уголь и железо. Ай, ладно, Кубани. Раз тут поставлены эти свинцовые рудники. Давай тут. Сколько нам нужно? В принципе, у нас тут небольшой минус. 260 и еще соточку, да, можно бахнуть. А, что думай, давай, хотя 6 уже 200 дают. Ну, давай 10, да, еще дополнительно рудничков. И нормально будет. Вот он наш минус, кстати. Да, это все из-за стройки был у нас плюс. И пока суть дай дела, давай хоть одну войну проведем. С Молдавией она у нас, кстати, на нашем рынке. Она у нас протекторат. Перемирие у нас с ними до, ну, 6 месяцев еще, кстати. Довольно быстро проходит время. Раз уж так, да, на то пошло. Но я хотел не на Молдавию обратить внимание, а понизить автономию княжества финляндского. Очень хочется. Отношения прекрасные. Это плохо. Это, давай улучшать, это, ухудшать отношения, наоборот, с ними. И они не ухудшаются, да? Или ухудшаются? Или не ухудшаются? Нет, не ухудшаются. Давай тогда высадку дипломатов, да? Аляска золотого. Хорошо, блин. Больше золота, богу золото. Все работаете на приисках, причем так много его. И так мало населения. Ну, хоть мигрируют, хоть мигрируют. Так вот, о чем это я? Не, не, ухудшаются отношения. Ухудшаются. Тогда меньше 30 нам нужно, да, наверное? Вот меньше 30 стукнет, тогда присоединим. А пока что? А пока что? В новую марионетку, да? То, что хотим мы. Или на ЦИН накинуться. А можно, кстати, и на ЦИН накинуться. Что у вас, армия какая-то суперогромная, да? Ровно как и у нас. Но мы по качеству, наверное, не сильно круче их. Хотя и регулярные. В принципе, ЦИН, ЦИН. Насколько я помню, армию до вот нашего уровня. Не обращайте внимания, что тут алкоголик с дорогими вкусами. Вот, то есть, ЦИН может до линейной пехоты и мобильной артиллерией добиться. Но пока начало игры, пока начало игры, такого нету. Абсолютно, да? Вот, так что можно накинуться на ЦИН. Причем за что? За что? Превратить это прохождение в почти обычное. Почти обычное. Мы воюем за регионы, но только за те, которые нам должны принадлежать. По сути. По типу ЦИНского Томска. Это Томска, блин. А, ну да, Томска, правильно. Хотел повозмущаться названию. ЦИНский Томск или и ЦИНская Киргизия, да? Ну, еще дополнительно. Внешняя Маньчжурия. Туву мы будем пока что игнорировать. Вот, это то, что я бы хотел от Великой ЦИН. Ну, еще Порт-Артур было бы неплохо себе заиметь. Можем себе такое позволить? Перемирения нету. Все отношения хорошие. Вот в чем дело. Блин, со всеми хорошие отношения. Что мы такие добряки вообще? Я недоволен этим. Ладно, давай каких-нибудь мелких стран покошмарим их. Например, какой-нибудь Калат из Сихской империи. Да. Почему я не могу на них накинуться? А, потому что это, я понимаю, потому что это Северная Индия. А у нас, а мы можем интерес в Северную Индию. Подожди, или может быть лучше интерес в Аравию? Давайте-ка я призадумываюсь. Нет, не хочу интереса в Аравию, хочу в Индию. Вот, ну ладно, давай пока Калат, пока с ним разберемся. Это все-таки, что это, регион Персия называется. Персия, это, ну, явно, регион с нашими интересами. Поэтому давайте, про вращение в марионетку. Я надеюсь, всем пофиг абсолютно будет на это. Я думаю, даже наши марионетки полностью разберутся с этим. Абсолютно полностью. Даже мобилизовать никого не будем. Ни единый солдат у нас не погибнет в войне наш. Пускай марионетки, у них страх. Я надеюсь, они сдадутся. Калат отступается, прекрасно. Вот он наш, как я и хотел, в общем-то, пожалуйста. Еще у нас есть микран из такого, да? Ну, судя по всему, вот намерение у них примирения. То есть, они будут улучшать с нами отношения. Пока они это не сделали, давай марионетку бахнем. Вот, надеюсь, они тоже, ну, точно так же сдадутся перед нами. Проблемы-то не вызовет. Прусси соперничество какое-то объявляет. Зачем? Я не знаю. Так, отлично, со свинцом проблем нету. Это решили. Ладно. Что мы еще закупаем? Видимо, уголь железа у нас остается из такого, да? Который можно быстро решить. Ну, как быстро, да? Мы, по крайней мере, знаем, где копать. Вот. Уголь железа. Еще немножечко проблемы с инструментами. Это тоже можно поправить. Так, Иркутск, видимо, да, нас спасет. В принципе, 650 у нас недостаток. И торговые пути толком ничего не дают. Ну, ладно. С углем более-менее нормально. Мы разберемся с вами. 10 штучек угля, 1 железную дорогу. Кто с железом? Железом пострашнее. 1000 и 200 закуп. А 1300 суммарно. Томск нам все уже закрыто. Где мы еще можем копать? А многое где? За Байкалье, да? Мы тут серу добываем. Может, где-то еще? Урал тот же. Пермь. Самара. Вот в Самаре у нас куча оружейных заводов. Населения много. Вот давай из Самары идет отток населения. К чему бы это? Вот причем она такая красная-красная. Давай здесь железных рудников поставим. Причем по максимуму, да? И парочку железных дорог. Это мой план по экономике на ближайшее время. Микран внезапно решил с нами воевать. Ну, маринетки, я думаю, быстро с этим разберутся. Или они не будут нападать. Или сейчас они просто... Нет, они будут нападать. Все, отлично. Супер, я доволен. Так, у нас открылись химзаводы. Химзаводы могу ли я? Наверное, нет. Пока не могу я в химзаводах делать взрывчатку. А нам взрывчатка очень сильно будет нужна не только в военной промышленности, но и в шахтах. Это прям незаменимая вещица. Можно пока какие-нибудь рисовые поля перевести на удобрения. Вещь полезная. Низшее население зерном очень любит питаться. Было бы неплохо, если бы оно было дешевым. Итак, Микран сдается. Отлично. Супер. Успех есть. Успех видно. Диппакты. Значит, маринетки, которые нам дают деньги, уже платят нам 32 тысячи. Солидные денежки. Солидные. Вот у нас все еще минусы. И это мне не нравится. Проценты 10 тысяч уже. Пу-пу-пу. Ну, в общем-то, я выдвигаюсь. Выдвигаюсь. Блин, делаю все, чтобы исправить это. А именно, строю то, на что мы тратим бюджет. Все-таки на стройки мы тратим свой бюджет. И в основном, да, на железо. Что-то еще древесина у нас. У, древесина. Древесина. Ну да, с древесиной так себе. Хотя, если смотреть по стоимости ее на рынке, не такая уж она и дорогая. Бумагу мы закупаем точно. Вот бумажное производство можно еще поставить. Чтобы бумага была подешевле. И так вот, мира по нитке. Вот смотрите, да. Правительственное сооружение. Бумага 93 тысячи. Мы просто из бюджета тратим на бумагу. Вот, так что. А давай прямо сейчас бумагой-то и заботимся. У нас где-то бумага производится уже в каком-то таком регионе. Крупно может быть. В Новгороде, да. В Новгороде, со своими руками-то и ставил бумажное производство. Да, население здесь есть. Производит 700. Производит. А нам 900 нужно. Угу. 15 штучек. Решено. И пару железных дорог. Как я люблю. Ну и что, помните ту самую Самару, с которой народ уезжал как ошпаренный? Все, она уже практически зеленая. Никто не хочет уезжать отсюда. Обалденно. Но все еще эмиграция минусовая отсюда идет, я понимаю. Но Самару мы хорошо отстроили, да. Но все еще очень красная Москва. Очень много здесь красного. Ну, потому что тут большое количество населения. Вот, кстати, в Киеве угля куча, да. Как оказалось. Можно ставить прииски. Но то еще дисбаланс по инструментам. Инструменты в Москве. А, кстати, и в Москве и железо тоже есть. Зачем я какие-то Томски там прокачиваю? Ну, ладно, ладно, мне не жалко. Мне интересно, чтобы все наши регионы были благополучными. Но так-то нам далеко ходить-то и не нужно. Все, пожалуйста. Так вот, в Москве дополнительно инструментов бахнем. Потому что, да, они прямо заметно подорожали. Мы же вставим кучу шахт. А в шахтах нужны инструменты. Вот и потребление выросло. Вот, а минус уменьшается. Уменьшается дефицит. И все, железо мы не закупаем. Хм, осман накидывается на Египет. Может быть, какую-нибудь сторону взять и поддержать. Мы можем поддержать только Египет. Кстати, Египет. Если ты мне пообещаешь Карс, я просто буду счастлив. Просто знаю об этом. Просто знаю. Кстати, перемирия с Болгарией уже нету. А она все... Ой, ее там кто-то покровительствует. Соперник Пруссии ее покровительствует, кстати. Торговое соглашение с османами. Ой, нужно Болгарию срочно накидываться на нее. Отношения... 33 отношения, да? Нам нужно меньше 20 оказывать соотношения, а не меньше 30. Вот это я узнал по Финляндии. Поэтому давай, я могу себе позволить. Да? Я же могу себе позволить. Не очень, но в целом да. Высылку дипломатов 10 дурной славы. Сделать марионетку. Огромная беда с недостатком влияния. Потому что всякие оборонительные пакты с Францией здесь... Отменим Францию. Сори, не обижайся, пожалуйста. Но нам не хватает просто влияния кучи. Тем более, это даже не до фула у нас дошло влияние. Не максимальный бонус у нас в снижении дурной славы. Вот, ну надо. Ну надо. Я даже перед этим сохранюсь на всякий случай. Итак, Болгария. Дипломаты минус. Превращение в марионет... Ху-ху-ху. 44. Ай-яй-яй. Аж почему? Население 3 миллиона. 44. Доминион 29. Ну как, 29? Ну 30 считай, да? Может, тогда доминион сделаем? Ну хотя бы так. Они покрасятся в наш цвет. У них наверняка поменяется флаг. Но они не будут вступать в наши войны и на 5% меньше платить нам будут. Я доволен этим? Наверное, да. Блин, ну чтобы с таким стилем игры у нас такие проблемы были с дурной славой? Это да. Это сильно. Ну давай доминион. Не, 100% вступится кто-то. 100% кто-то вступится. Посмотрим, как это будет выглядеть. Я делаю ставку на то, что Пруссия вступится. Осман вроде как воюет, он вступаться не должен. Тут Австрия поддерживает Египет в этом противостоянии. По-моему, по истории мы, кстати, Османа поддержали, да? Чтобы он забрал часть своих регионов здесь. Ну мы историю не отыгрываем. Сербия поддерживает Болгарию. Сербия. Сербия. А может быть... Нет, да? Ну нет так нет. Ионические острова поддерживают... Блин, ну все, блин. От мала до велика начинает поддерживать Болгария. Ну не смешно. Не надо. Не надо. Причем это все за обязательства, вы посмотрите. А Британия может нас поддержать наоборот. Вот оно как. Сейчас у нас во время войны из-за мобилизации еще сильнее экономика просадится. Да? Но если что, я к этому готов. Хоть и кредит у нас, наверное, 8 миллионов уже. Проценты 12 с половиной. Неприятность. Крайняя причем. Ну и радость, что никто из великих держав не вступился, по крайней мере. В Болгарии у тебя, кстати, армия, ну, не какущая. У Сербии, кстати, примерно такая же армия. Энческие острова, тут даже неловко говорить. Ну, по крайней мере, они на британском рынке. Православные, кстати. Греки тоже православные. И... А, а болгары, кстати, суниты вообще. Полный рофл. Болгары суниты. Ну, пожалуйста. Что игра с нами делает? Ну, кстати, из-за нашего грамотного, как я считаю, строительства. У нас даже во время мобилизации, во время войны, деньги в плюс идут. При том, что... А, сори, опять же, мы не полностью строим. Хотел похвастаться. Итак, ну, нам предлагают два закона. Два движения. Либо голосуют землевладельцы, либо законы бедняка. А, 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 а. Я не хочу автократию держать. Хотя, авторитет. Авторитет, это приятно иметь. Высокий авторитет. Но, мне очень хочется сделать вот так вот. А, при автократии высокая политсила имеется у аристократов и офицеров. А что это значит? А, кстати, аристократы тут все еще имеют высокую политсилу. 50, что тут? Плюс 50, что тут? Плюс 50. А, подожди, тут 50%, а тут просто 50%. Нифига, парадоксы запрятали пасхалку, блин. Ну, как это не пасхалка, наверное, это механика. Ну, короче, мы ослабим влияние аристократов. Как я вот какую хотел спич сейчас задвинуть. Вот, аристократы поддерживают землевладельцев. Дворян. Вот, то есть мы ослабим, получается, дворян. Вот то, что я хотел. Надеюсь, получится. Хотя, это поддерживают почти 6 миллионов о бедняках закон. Почти, ну, 20, да? Давай считать. То есть, делаем то, что хочется народу, да? То есть, меньшинству. Ну, стало быть, исторический отыгрыш. Ну, да. Ну, кстати, чтобы вернуть себе влияние, кста оно вновь упало, можно добавить себе соперников. Нормальная же тема, да? Вот Пруссия соперник у нас. Пожалуйста. Вот что-то я даже забыл об этой механике. Она очень полезная. Прям очень. С кем можно еще соперничествовать? Со Швецией. Отношения плохие. Почему нет? Давай. Все. Сжение дурной славы максимально. Швеция взаимное соперничество. Все. Что еще нужно для счастья? А? Все. А ничего. Есть нитро-лицерин. Прекрасно. Я тут, кстати, тем временем начал в Киеве угольные шахты ставить, как я хотел, чтобы миграционная привлекательность не была прям ужасно красной. Да? Вот хотя бы так. Хотя бы как в Самаре, да? А, миграция в плюс Самару. Нифига. Все, наоборот, едут жить в Самару. Обалдеть. Когда такое было? Вот сейчас такое. Так вот, это прекрасно. Что я хотел еще такого? Наверное, все-таки, да, армия, все-таки застрельщики. Полезнейшая вещь. Вот образованность растет, 171-е уже место. Подожди, по-моему, у нас было, что, 160-е, да? Наоборот, упало наше место. Да и ладно, какие там всякие, кто-то. Саксон Кобурготы повышает там свою образованность до небес. Да нам плевать абсолютно. Мы тут свое население в 67 миллионов окучиваем, и нам нормально. Что-то я хотел сделать и забыл. Вот, блин, меня сбили. В смысле эти немцы? Ну и ладно. Что-то построить, наверное, хотел. Наверняка. Беда, кстати, с серой, надо разобраться. Возможно, все строительные сектора я хотел перевести. Тоже может быть. Ну, с экономикой не позволяю. А-а-а, я знаю, что я хотел. Я точно знаю, что я хотел. Построить заводики. Какие заводики? Заводики-взрывчатки. Сейчас нам это очень сильно пригодится. Генус, миграционная привлекательность не какущая. Э-э-э-мазовия. Или Луганск. Или Мазовия. Или Луганск. Что у нас в Луганске есть? Ничего нету. А в Мазовии, ну что-то. Какие-то заводики. И куча угля. А в Луганске еще и железо. Блин, есть какие-нибудь регионы, в которых нет ресурсов, в которые можно поставить что-нибудь Орша. Вот в Орше ни черта нету, кроме леса. Отлично. Вот здесь я и поставлю массу химзаводов. Сразу штучек 20 бахнут. Да, с запасиком таким хорошим. И штучки 3 железных дорог. Все отлично. Получается, я между... Капитуляция Сербии. А я между Польшей и Луганском выбрал Оршу. Беларусь. Ну да, блин, получается так. А что, вопросы? Итак, Болгария у нас подчиняется нам. Замечательно. И прекрасно. Да, да, поменялся у них флаг. Какой-то он супер упоротый, по-моему, да, такой, знаете, 2 узкие полоски цветные снизу и 1 широкая верхняя. По-моему, такое только Колумбия есть, да? Притом, не в здешней Колумбии, не в Новой Гранаде, а прямо в Колумбии, да, такие непропорциональные цвета. А, в Венесуэле. Вот, Венесуэла прямо сейчас такая. Ну, то есть, как по мне, это супер стрёмно выглядит. Не знаю, как вам кажется. Ну, смотрите, такие же пропорции, абсолютно такие же пропорции. Вот прямо идеально такие пропорции по цветам. Вот посмотрите, просто 2 копии. Ну, короче, мне не нравится, некрасиво. Фу, мерзость, просто мерзость. Болгария, 3,700 нам платит. Вот это уже приятно. А что неприятно? Плохая репутация, неприятно. Ну, неприятно, да. А, Финляндию может быть в марионетку? Это приятно. Пятерочка всего стоит, мы можем все такое позволить. Ай, напротив нас могут быть Франция, Пруссия и Швеция. А может быть и никто. Пробуем. Хочу попробовать. Если кто-то за них вступится, а я просто загружусь. Правильно? Правильно. Чисто на, на везение сработаем. Вот так. Итак, превращение в марионетку, а значит снижение автономии просто-напросто. У них страх, они просят независимость. Какая независимость? Вы о чем? Колонизация Сахалина завершена, миллион стран хотят вступиться за Финляндию. Итак, Сахалин, можно, можно присоединить, да? Все-таки колониальная эксплуатация, тут нету населения толком. Да давай включим, пофиг абсолютно. 21 год. 21 год, боже мой. Кстати, какую-нибудь Аляску мы с вами, и даже до сих пор Аляску-то не включили. Ну и ладно, ну и ладно, Африку не будем включать, вот, вот что мы будем делать. Ну ты и поддерживает Франция, просто кто-то все-таки поддержал. Ладно, хотя бы они имеют с нами границы, пока мне не очень страшно. Хотя... Ой боже, Пруссия под... Ну да, 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 понятно. Я хотел посмотреть качество армии Франции. Застрельщики, мобильная артиллерия. Хотя, а чем Пруссак похвастается. А то же самое застрельщики и мобильная артиллерия. Мы близки к застрельщикам. Хорошо, мы близки к тому, чтобы иметь самую современную армию. Это великолепно. Отлично, может быть за цен никто туда не вступится. Ладно, это, это пофиг. За цен может быть кто-то там того, этого. У нас якобы здесь нету интересов никаких, что странно. Давай сейчас появится. Итак, первые химзаводы у нас фунциклируют. В принципе, мы изначально могли взрывчатку как-то производить, но, нам некуда было ее девать. Не продавать же нам ее, в самом деле. Все, есть взрывчатка. Можно взрывчатку куда-то дить. Например, на какие-нибудь приски. А, подожди, у нас золото неэффективно добывалось все это время. Вот, как раз на золото мы потратим это все. А можно и перевозки, кстати, на золото потратить, потому что, ну, меньше рабочих у нас на какой-нибудь Аляске как раз рабочих не хватает. Ну, пожалуйста, то, что нужно. Взрывчатки пока... Да нет, уже достаточно. Да, ну, надо спрос создать. да, да. Надо волевым решением какой-нибудь уголь начать производить. Нистовом количестве. Взрывчатка 355. Потребление. Вот, сейчас пойдет в ВВП. Все, белорусские химзаводы пошли работать. Замечательно. Мы, кстати, почти догнали британскую Индию. Прекрасно. Голосуй землевладельцы. Вы полюбуйтесь на наш флаг. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, это во мне орел на желтом фоне. Это, это флаг Российской империи. Куда? Сюда. Кстати, на всех наших вассалах флаг поменялся. Не триколор классический, а пожалуйста. Как его можно назвать? Черно-желто-белый, блин. Что-то мне, желтый хочется назвать золотым. Черно... Ну да, желто-белый. У нас новые партии. Партии, у нас в игре есть партии. Кстати, мы что-то по месту просили, да? Внезапно. Взяла нас Австрия, обогнала. Ну куда, блин? А сюда, ну да, блин. Видать, флот армию строит, а мы как-то не озабачиваемся этим. Тем более, зарплаты у нас государственные самые низкие, что непозволительно, по-моему. Все, обратно третье место отвоевали. Уровень жизни потихонечку тоже растет. Самый высокий уровень жизни за всю историю у нас пока что. Так-то, да блин, если на мир посмотреть, у нас-то такой неплохой уровень жизни, да? Местами, конечно, по-всякому, но неплохой. По-моему, у нас в Киеве вообще лучше всех живут. А ну в Иркутске тоже неплохо, да? Да, в Иркутске лучше всех, потому что у нас все, полностью все места заняты, что-то я не посмотрел, то, что в Иркутске мало населения. Застроил все угольными шахтами, и теперь будут некому работать, так-то получается. И все мигрируют в Иркутск, зарабатывать, да? Так вот, что у нас за партии вообще в наличии? Партия октябристов, консерваторы, значит. Аграрная партия, партия, партия понятна, кадеты это либералы, партии мировой реновации это, типа, промышленников, а, па-пу-пу-пу-пу, какие, как его еще можно назвать? Промышленники. Ну, кадеты это либералы, а вот, а вы кто? Затрудняюсь. Ну, короче, промышленники. И, короче говоря, у нас теперь чуть, чуть меньше самодержавия, чем было до этого. Вот, я очень хочу профессиональную армию, реально хочу. Дворяне расстроятся, про союзы тоже, внезапно, но надо, устраивать себе мега-армию. В выборах победят октябристы, тут даже гадалки не ходи. У нас тут, тем временем, куча бюрократии себе настроил, специально, чтобы поднять образование. Клониализм можно, но я лучше тогда правоохранительные органы тоже увеличу. Вот, отлично. Да, немножко наша Химс промышленность не справляется, а потому что, почему, кстати, не могут нанять весь персонал, почему? Неэффективно, да, якобы, сера, да? Мы даже не можем субсидировать ни черта. Ладно, серу, добычу серы я тут ставлю, надеюсь, с этим проблемой будет. Взрывчатка нам нужна не только на шахтах, хотя у нас 73 железных рудника, еще потребуют 365 взрывчатки. Вот, мы это точно не сможем никак покрыть. О, так еще и армия, наша суперогромная армия потребует кучу взрывчатки. Ну, посредством боеприпасов, но, по сути, взрывчатка, да, будет требоваться. Вот, а это еще, как минимум, округлим 300, да? Поэтому в эту сторону очень сильно тоже нужно работать. ВВП, кстати, уже второе в мире, обогнали британскую Индию с умопомрачительным населением 150 миллионов. Вот и уровень жизни все растет и растет. Блин, как приятно посмотреть вообще на это, а? Кстати, а можно в правительство кадетов, блин, промышленников засунуть? И почему-то у нас с самого начала игры мы подавляем кадетов. Не, не подавлять кадетов, не надо. Мелкий буржуа, как-то, наверное, так сильно довольны. Так вот, промышленники, суда, а профессиональная армия все еще, да, все еще ставится. Не то, чтобы это срочно нам надо, но пускай будет. Или лучше что-то переставить, я даже не знаю. Не уверен. Еще во всяких неблагополучных регионах можно в теории, знаете, что поставить? Добычу дерева. Лесозаготовочки у нас с ними тоже беда. В принципе, вполне, вполне. Вот у нас тут в Польше вообще ничего нету. Абсолютно. Можно в Польше поставить. То есть, получается, Польша у нас будет не как, значит, стереотипичная Европа такая, да, с мегапромышленностью, да, а будет просто сырье нам поставлять на наше производство. Ну, так-то. Вот, дерево и твердую рейсиду мы все продаем в Британию, причем очень в больших количествах. И дерево нам действительно нужно. Вот, и тем самым можно повысить уровень жизни. Итак, пехота застрельщиков все, готово. Каюсь, заранее я не ставил никаких. А с заводов боеприпасов каюсь, это ужасно. И нету мне оправдания. И что-то надо делать. Итак, логично нам нужно 286 боеприпасов. Поняли, да? Боеприпасы, значит. Один завод делает 50. А сколько он потребляет взрывчатки? 20. Это очень много. Для нас это очень много. Итак, у нас остались какие-нибудь пустые регионы безо всего. Эстония похожа на такой регион. Но тут все-таки привлекательность средняя. Нам нужно прям ужасные регионы найти. Бессарабия. Вот, пожалуйста, население есть, есть. Супер. Капиталисты очень любят ставить Академии искусств. Великолепно. 5 Академий дают 5 картин. Да, что-то в этом есть. Завод боеприпасов. Главное, запасиком штучек 10, как я люблю. И пару железных дорог. Все. По старой памяти просто. Все. Бессарабия, кстати, приграничный регион. А если его оккупируют, по-моему, рынок с ней не прекращается. Там вообще никаких проблем нету, так что можно забить. То, что он приграничный. Вот, будет нам поставлять кучу-кучу боеприпасов на всю нашу армию. И можно нас поздравить. Вы полностью перевели за целую серию строительных сектора на чугунные рамы. Ура! Что-то я даже не обратил внимания. Как-то что-то начал выстраивать кучу секторов каких-то ненужных, хотя можно просто было переставить вот это вот. И все. Без проблем. Вот, это, говорю про мои действия до этого. Ну, справились, в общем. Ну, минус все еще остался, но он покрывается потихонечку со временем. ну, пойдет, пойдет. Итак, боеприпасы у нас уже потихонечку все уже готовы. Тут отношения с сыном я не устаю ухудшать, хотя можно было бы уже накинуться, да, интересно я проявил. Ну, ладно, так, раз такое дело, раз уж я уже изучил пехоту застрельщиков, да и еще и поставил заводиков достаточное количество. Самое время, что делать. Кстати, кто-то их уже использует, кто-то продает, и имамат нифига вооружается люто. заставляет задуматься. Так вот, раз уж такое дело, давай переставим все на застрельщиков. Конечно, минус деньги, ну, мы не, в общем-то, привыкли к этому, и из-за того, что у нас, в общем-то, крестьянское ополчение, мы даже не можем застрельщиков в призывные пункты засунуть, представляете? А вот поэтому я профессиональную армию набираю. Ну, как набираю, пытаюсь продвинуть, но ничего-то не очень получается, но я не сдаюсь. Вот, ожидаем год, я так полагаю. Да, самое современное в мире будет. Демонстрация силы от армии 439, флотманом еще построить бы хороший какой-нибудь военно-морских баз побольше, По-моему, хорошая идея. Да, в Черном море побольше поставлю. Вот это будет вот этот адмирал, да, к нему. В Бессарабии еще отдельный адмирал будет 20 корабликов править. Ну, пока они там наиваются, это очень долго будет. Вот у нас боеприпасов никаких бед абсолютно нету. Абсолютно можно даже продавать их вполне. Топ-2 по производству в мире. Это вообще не предел. Кому можем продать? Британии. Хотим ли мы? Нет, наверное, ну давай. Так, на этом с постройкой все. Экономика, экономика. Никуда я удобрения не могу продать, вы не смотрите на них. Я же не могу. Объем 18, ну о чем это? Что бы я еще хотел? Ну, древесина пойдет еще более-менее. Инструментиков бахнет, что ли? Ну, можно инструментиков. Можно поставить производство роскоши, побольше роскоши в нашу страну и будет нормально. Можно это, можно инструменты все-таки. Дорогие правительственные товары, правительственные, да, надо инструментами заняться. Москва все еще красная, как раз поставим сюда производство. Сразу 20 штук, все, отлично. Немножко поигрался с налогами, и у нас теперь с деньгами порядок, притом, ну, эти налоги все еще на середине. Я с потребительскими налогами поигрался и госзарплаты на минимум поставил. Вот то, что сделал. Кстати, у собранительный пак с Грецией, да, что-то я даже забыл, то, что такое подписывал. Не надо. Все, с влиянием полный порядок. И, в принципе, три месяца казармы, я думаю, мы уже сможем разваливать великую Цинн с их иррегулярными. Просто, как не в себя. Да, да, иррегулярные. Как я люблю Цинн, вы не поверите просто. Так, нужна внешняя Маньчжурия и вот такие вот региончики. И порт Артур нам тоже нужен. Вот так-то. 22,5. Пу-пу-пу. Можем ли мы такое позволить себе? Ну, разок можем, да, позволить, разочек. Давай попробуем. После сейва, разумеется. Так, завоевание области, раз. Далее нам, пожалуйста, Томск. Кстати, в Томске у меня, ну, ладно, население есть. Это все-таки не Иркутск, которому у нас все беда. А так, я бы хотел на Циннский Томск посмотреть. 200 тысяч, да? Кстати, почему 200? Это 500, куда я вообще посмотрел? Есть такое дело, да? Кстати, в Циннском Томске живет, да, Ханьца только, да? Но сейчас разбавится нас тут население. Циннский Томск есть, или еще в наличии. Мы в Среднюю Азию не идем, как будто бы это можно пока оставить, как вы думаете? Вот давай порт Артур из такого обязательного. Это в Шэнзине, договорной порт. Есть такое дело, да? И мы уже изгой. Хууу, мы изгой. Хе-хе. Я не хочу ждать последствий, они будут неприятны, у нас там куча торговли, давай загрузимся. А давай загрузимся. А давай. Так, завоевание области суда, договорной порт суда, и уже мы не можем себе позволить Томск, да? Циннский, ну, в другой раз, видимо. Есть такое дело. Направляем всех, кого можно, в общем, воевать. При фулл мобилизации нашей армии мы в минус не идем, при том, что мы строим, а мы строим, причем солидно, так, хорошо, так, ну, все из-за, из-за игры с налогами, да. Мне все залагало, чё сон, то есть Корея поддерживает Китай. Я бы Корею в марионетку бы хотел, да. Население 19 миллионов, я думаю, это чудовищно дорого будет стоить. Ну, у Китая не продолжается, не прекращается страх, на всякий случай, если не соберутся сдаться. А вот это я прожал. От Швеции эмбарго, но с ними мы вообще не торговали. США соперничество, да, 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 Австрия, ой, боже, но нам не нужно быть изгоем, высылка кучи дипломатов, нам не нужно быть, в смысле, мы же не были изгоем, что случилось, все видели, мы же не были изгоем, так, подожди, у меня есть довольно удобный сейф, дип игра есть, а мы еще, ни того, ни этого, плохая репутация, мы стали изгоем из-за вот этого, да, обалдеть, я даже не знал, то, что эта кнопка добавляет дурной славы, прикольно, ладно, цены мне, тогда еще, пожалуйста, знаешь, что, репарации мне можно, а еще можно выделение страны себе, какой-нибудь, а какой, ну, Монголию, кстати, можно вполне, а давай Монголию, все, доволен, можно было Туву, конечно, ну, что-то я, уже ладно, вот куча требований, Китай, если ты сдашься, только вот это мы получим, все, внешняя Маньчжурия, все, как бы, и, кстати, мне подсказывали, если мы изучим национализм, национализм, то мы, как-то, через решение в дневнике, сможем, мирно, присоединять регионы, я, не представляю, как это может работать, и об этом нигде не написано, но я надеюсь, это действительно так, так что, когда мы изучим национализм, это вряд ли будет в этой серии, мы с вами обязательно затестим, вот каково это, нам, видимо, добавляет агитатора, Андрей Брусилов, пацифизм, национальное ополчение, нет колоний, но таких агитаторов, мы, наверное, будем прогонять, какие нет колоний, ну вы че, блин, какое ополчение, в изгнании, до свидания, нам такого не надо, есть персональная армия, там, причем, на согласии было 16%, там, что-то такое, но неважно, отлично, профессиональная армия сейчас будет сражаться, просто как не в себя, ну, скобочках не будет, конечно, так, и что-то промышленники нам хотели, наверное, сделать добренькое, налогообложение на душу населения, нам нужно традиционализм убрать, можно субсидировать все, вот это мне нравится, кстати, вот это я очень бы хотел взять, промышленники за дворяне, что-то, ну, ничего страшного, дворяна, мы давно не любим, есть успешная высадка, высадки я обожаю делать, причем мы и в столичный регион успели пробраться, ой, какая приятная, я просто думал, порт Артур как-то через высадку забрать, а мы, получается, и столицу забрали, отлично, ну, так, в общем-то, с Китаемой нужно воевать, по сути, ну, да, дворяне готовятся свергнуть власть, и принять новый закон автократия, то-то у нас хочет вернуть самодержаве, ууу, это такое, блин, переворот, ошалеть, ну, что ж, гражданская война в России принимает какие-то невероятные обороты, вообще непредсказуемые, мне это не нравится, вообще, абсолютно не нравится, ну, какое-то уникальное событие для центральной страны, для великой державы, проработанной, приятно это видеть, А то за всякие мелкие державы такого никогда не случается от таких неожиданностей. Ну что, в принципе, Китай сдается, великая цинка. В общем, и Маньчжурию, и Порт-Артур мы получаем, и репарации, репарация от Китая, это вообще невероятная вещица. Вот, и Монголию тоже выделяем. Чикс, пожалуйста. Ну вот, великое монгольское государство, великое монгольское. Вот, ну, наверное, ухудшить отношения мы с ними, разумеется, будем прямо сейчас. Ухудшение отношений пошло, как у нас там, по-по-по-по, 89. Молдавия. Ну, можем, да, кстати, можем. Но это уже, наверное, следующая серия, мы бахнем с вами. Вот она, наша Приморья, внешняя Маньчжурия, да. Владивостока нет, Владивостока нет. Может быть, по дневнику что-то не похоже на то. Транссибирскую магистраль, кстати, можем бахнуть. Интересная вещица. А надо, а хочется. Я всякую ерунду строю, а можно сделать событие. Интересно, что это событие нам по итогу даст. Надеюсь, что-то хорошее. Все, постройка начинается, это приятно. Внешнюю Маньчжурию будем включать. Ой, золотые прииски, пока не будем. Пока не надо включать внешнюю Маньчжурию. Куча населения. Нас это вполне себе устраивает. Интересно, будет ли какое-то особое событие на переселение, значит, людей русской культуры во внешнюю Маньчжурию? Переименование этого в какой-нибудь Приморья тоже. Основание Владивостока, мне интересно, будет ли это все? Ну, наверное, наверное, будет. Порт Артур-эксклав. Порт Артур, вы полюбуйтесь. Мне такое нравится. Порт, эм, порт поставим в порту. Какое-то население небольшое есть. Что мы тут можем? Шелк какой-нибудь. Ну, шелк у нас и так есть где производить. И что такого? Свинцовый рудничок один. Ну, ладно. Все-таки смысл договорного порта не в этом. А в том, чтобы выходить на чужой рынок. Вот так вот. Особо выгодно. Вот так. У нас дефицит по краскам небольшой происходит. Ну, как небольшой солидный такой дефицит. Мы это все закупаем. Неужели нужно еще закупать? Цин, кстати, готов нам продавать краски. Кстати, а как у Цина-то с этим делом? С краской? Может, там не все очень хорошо? Не, хотя все в порядке более-менее у Цина. Просто, я думаю, может быть, вот этот договорный порт настолько сильно хорошо работает, что, возможно, у Цина все плохо с красителями, но из-за договорного порта он все равно нам их предоставляет. Ну, не знаю. Возможно, построится порт, и мы только после этого сможем пользоваться всеми благами. Инактив, договорной порт. Ну, инактив, понятно. Сейчас будет актив, и все будет отлично. Ну, блин, красители, красители. Даже в Средней Азии нигде нету таких красок, которых мы бы могли присоединить легитимно, скажем так. Только в персии. Я не хочу никакую персию к себе присоединять, вот честно. Вопрос, откуда мы будем брать это все? Закупать особо-то неоткуда. Есть, конечно, как, в общем-то, завод с красками, но это такое себе. Это, причем, очень не скоро будет. Да, Анилин. Ой, очень не скоро. Прям очень-очень не скоро. Поэтому как-то без этого нужно будет обходиться. Да, беда. Итак, а национализм все-таки изучили? Не обманули ли меня? Не обманули ли меня? Решение. Ни черта нету. Ее, круто. Супер. Блин, в смысле? Мне обещали присоединение марионета, как я понял. А где это все? Еще какая-то Владыка Востока их, кстати. А, кстати, возможно, Владыка Востока-то и появился прямо сейчас. Че-то не понял. Да, Владыка Востока тут планировщик. Планировщик сам прикрепился. Такого точно не было. Возможно, меня не обманули. Так что нам нужно? Нужно внешне Манчжурия. Это я сейчас сделал. Или. Вот он. Вот он. Или. Томск. Вот он Томск. И Киргизия, да? Вот до конца добить Киргизию. А, я понял, Цин. Я понял. И какое-то событие Владыка Востока. Вот не очень понятно, что это. Я надеюсь, что-то хорошее. Что-то, что мне как и обещали, то, что у нас миноры присоединятся. Вот особенно весело будет, если все вообще миноры присоединятся. Там и Болгария, и Персия, и Триполитания. Вряд ли это так будет работать. Но было бы забавно. Вот. Ну ладно. А пока, а пока, друзья. По-моему, мы себя вообще прекрасно чувствуем. Есть такая мысль? У меня есть. Про дурная слава не очень. Но у нас в каждом прохождении так абсолютно. Это полная норма. Даже в этом прохождении мы с вами не обошли этого. Получается, наше прохождение превращается в абсолютно обычное. Без какого-либо челленджа. Раз уж мы завоевываем территории. Я не знаю, плохо ли это. Ну, мне весело. Не знаю, как вам. Вот. Регионы с красной привлекательностью у нас все меньше и меньше. Практически не осталось. Практически. Ну, можно похвастаться этим. Не знаю, наверное. Все из наших маринеток будут к нам хотеть. Ехать работать. Я доволен. Вот осталось поработать над Прибалтикой. Брянск, Курск, Казань, Перми. Вот тут вот. И, ну, конечно, внешняя Маньчжурия. Пока здесь беспорядки, тут мало кто будет хотеть жить. Вот жестокое подавление поставил. У нас все-таки тут задание на Транссибирскую магистраль. Железная дорога тут нужна. А она ставится. Ой, как долго. Ой, как долго. Да. Так что, друзья. Друзья, подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Жмите на колокольчик. И на этом сегодня все. Всем спасибо, что были. Всем спасибо, что смотрели. Как там. Так.